Благодаря государственным механизмам поддержки бизнеса, местный завод по производству азота и кислорода смог увеличить парк хранения продукции. На производственной площадке побывала Алмагуль Джимписова. Первая партия продукции заводом была выпущена 15 лет назад. Ежегодно здесь наращивали мощности и сегодня вышли практически на 100% объема 12 тонн азота или кислорода в сутки. В год это порядка 4000 тонн готового продукта. И если раньше хранилища завода не превышали 100 тонн, то сейчас, благодаря льготному кредиту от государства, появилась возможность хранить азот в емкостях в три раза больше прежнего, что обеспечило новые преимущества предприятию. Буквально недавно мы завезли оборудование. Это новые криогенные танки и полуприцепы. Танки у нас стационарные для хранения и для перевозки азота. Хотелось бы, чтобы, конечно, производство отличалось от компании купи-продай. Потому что у нас сейчас условия для бизнеса, что для производства, что для любого другого посредничества одинаковые. То есть вот в этом плане хотелось бы, чтобы, может быть, какие-то были преференции по КПН. Начиная с команды в 25 человек, сейчас компания расширила производство и, соответственно, трудовой коллектив увеличился до 250. Ана Роман Гулова работает в цеху чуть больше года. По ее словам, сплоченность и дисциплина, присущие заводчанам, делают свое дело. Компания, да? У нас здесь всегда чисто. Мы следим за порядком. Это напрямую связано и с производством. Завод практически не осуществляет вредных выбросов. Кроме того, каждую весну-осень озеленяем свою прилегающую территорию. Коллектив дружный, условия труда хорошие. Нас все устраивает. Продукции заводчан используются в основном в нефтегазовой сфере и в данное время реализуются в большинстве на западе страны. Это Тенгизовская, Карачаганакская, Чинарёвская и другие месторождения. На сегодня в Казахстане шесть подобных заводов. И спрос на азот и кислород ежегодно растет. Поэтому, следуя велению времени, компания стала оказывать и сервисные услуги отечественным предприятиям. Мы еще и производим услуги по очистке. По очистке сухим льдом. Это так называемый углекислотный бластник. У нас есть... По очистке чего? По очистке оборудования. У нас есть на это оборудование аккредитация от Сименса. То есть основные турбины, которые в Казахстане находятся, это турбины Сименс. Аккредитация от них есть на использование данного метода. Кроме углекислотного бластинга и очистки теплообменников. Теплообменники – это теплообменники турбин. Теплообменники на газотурбинных установках. Они очень нежные и требуют особого подхода. Далее также с поддержкой государственных программ компания планирует расширение и возобновить экспорт в другие страны.